600 гектаров земли, это все там, за Шексной. На этих землях можно построить 2 миллиона квадратных метров жилья. Сумасшедшие цифры. В год Череповец планирует вводить в эксплуатацию лишь 20-ю часть от этого. Но и при таком раскладе, чтобы жить в комфортных условиях, Череповцу нужен новый мост. Его цена 8,5 миллиардов рублей. Это очень дорого. На собственные силы рассчитывать не приходится. Нужна помощь Федерации. А что делать, если ее не будет? И сегодня на совещании этот вопрос обсуждали детально. С одной стороны, переправу Череповцу пообещали не последние люди в стране. У нас есть комфортная виза Владимира Владимировича Путина. Есть у нас конкретная виза с поручением Дмитрия Анатольевича Медведева. Есть в соответствии с этим поручение Дворковича. С другой стороны, запасной вариант не помешает. Я говорю о обозримых сроках реализации этого проекта. И о двух вариантах. Один вариант, естественно, более понятный на сегодняшний день для людей и для власти – это бюджет. А второй вариант – это все-таки, если бюджет не получается по каким-то причинам, поработаем мы в этом направлении, то это концессия, это тоже живой вариант. Концессионный мост. По-русски – платный. На Западе это вполне распространенный вариант. В России только-только приживается. На что будут строить новый мост, пока непонятно. Но, тем не менее, он – главное звено в развитии Череповца. Расти территориально и с перспективой город может только на юг. А вот область способна развиваться по нескольким направлениям. На этой карте, словно щупальцы осьминога, раскинулись коридоры развития. Всего их четыре. Центральный, западный, восточный и западный диагональный. И вокруг них развивается основное развитие экономики. В том числе в центральной части у нас предполагается развитие такой агломерации Вологодско-Череповецкой. Агломерация – это опасно, говорит замминистр. Нужны дополнительные точки роста. А именно города, где будут жить и работать люди, не занятые в металлургии и химии. Нужно, чтобы была понятная миграция населения, возможности трудоустройства людей, но на предприятия, которые имеют другую сферу деятельности, другие рынки, другие возможности. Схема у Волокжан есть. Где, что и за чей счет будет строиться, как идет прирост населения, куда потянут сети. Министр не хватило комплексного подхода. Хочу понять, как схема работает и работает ли она сегодня. Является документом для дальнейшего планирования работы правительства. И является ли она документом, который может стать определенным понятным руководством для инвестора. Вот он должен видеть в этой схеме. Я хочу прийти на территорию Вологодской области, я вижу, где будут в 11-м, были, точнее в 11-м, и будут в 17-м условно. Дороги, куда придет газ, где будет построена школа, где будет детский сад, где я могу тогда разместить производство. И дотошность в деле территориального планирования сегодня только приветствуется. Без такого комплексного документа по закону уже через полгода участвовать в программах софинансирования с федеральным бюджетом будет невозможно. Планы регионов на дальнейшую жизнь сейчас проверяют по всей стране. Резкой критики по этому поводу подверглись наши соседи из Архангельской области. У нас ситуация гораздо лучше. Но тем не менее детализацию территориального плана области замминистр попросил предоставить. На исправление недочетов он дал неделю. Спасибо. Спасибо. Спасибо.